Говоря о медицине, лидер сочинских единороссов Анатолий Пахомов отметил, что все проекты здравоохранения были реализованы на курорте при поддержке партии «Единая Россия». Это в первую очередь ремонт и строительство больниц и поликлиник. Оснащение учреждения здравоохранения автомобилями и современным высокотехнологичным оборудованием. Начальник управления здравоохранения рассказал о том, что в сочинских больницах делают уникальные сложные операции, теперь не нужно ехать в Край или в Москву. Многих высококвалифицированных специалистов на работу в медучреждения города приглашают из крупных городов России. Врачи работают теперь на опережение. Например, уже в Сочи лечение инфаркта миокарда делается путем стентирования. Когда на ангиографии врач видит прерывание сосудистого кровотока в мышце сердца из-за того, что там идет троп, и путем введения этого стенда через сосуды периферические, не разрезая грудную клетку, вводят в этот стенд и разрезают стенки тромба. Таким образом человек получает неразвитие инфаркта миокарда. В ближайшее время под эгидой партии «Единая Россия» Управление здравоохранения и образования запускают новый проект под названием «Академия здорового ребенка». Молодых мам и пап будут учить, как сделать так, чтобы дети не тянулись к чипсам и пепсиколе. Прежде всего здоровое питание, спорт, профилактика вредных привычек. Анатолий Пахомов при всех успехах на пути развития сочинской медицины попросил обращать внимание на те недоработки, о которых пока еще говорят сочинцы. Создав прекрасные условия для работы медперсонала, не везде удалось изменить отношение к пациентам. У нас не должно быть такого, чтобы 44% людей были недовольны учреждениями здравоохранения. Если это брать скорую помощь, ну, посмотрите, кареты скорой помощи, какие возможности. Вообще-то затруднения, наверное, в подвижении есть, но пробок таких, как в других районах Краснодара нет ли быть, не может. Но люди недовольны. Почему? Давайте причины выясним. Этим займется специальная комиссия и народный контроль. Нареканий в области медицины вообще не должно быть. Такую задачу поставил перед единороссами их лидер. Говорили на заседании полицовета о предстоящих осенних выборах. Член полицовета, председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов рассказал о кандидатах, которые пойдут на выборы депутатов Государственной Думы от всех парламентских партий, а также о партийном проекте «1 плюс 10». Это рост численности членов партии. Завершилось заседание традиционными рабочими вопросами вступления и выход из партии. Елена Овсицына, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ».